One Bit Tohato One Bit Tohato, друзья Мы снова играем в это И у нас Что нам нужно сделать, кстати? Я уже что-то забыла Найти девочку Или найти собаку Нет, собаку мы нашли Найти девочку-собаку Никого нету? Может он на складе где-нибудь прячется, я не знаю даже О, ты что тут делаешь? О, Харуэ И остальные О, Нанаша, добрый день Канитива Что ты здесь делаешь? Я и сам хотела бы это знать Эм, меня попросили сделать доставку в проход раскола Но мне тревожно соваться сюда в одиночку Нацукаги с Миуми заметили меня И решили составить компанию Ведь Косаткун такой Ясаси, слишком ясаси И для собственной ясаси Здесь довольно опасно Что вы тут делаете? Мы ищем кое-кого Ах, вы не встречали девочку с пакетом на голове? С пакетом? Это та, которую мы видели в саду? Кажется, она пошла к игровым автоматам Люди с разными волосами Очень мизурасий Ох, да На ней еще были ролики странной формы Это она Это Айра Вау, Ван Ван разговаривает Я тебе не Ван Ван, я Батете Что происходит? Это же собака, так? Прекрати, убери руки Шерсть замариваешь Простите Ну тогда проверим те игровые автоматы Ребята, вы пойдете с нами? Ох, конечно, если я могу помочь В конце концов, в прошлый раз вы мне помогли На Сукага? Боже, мне не нравится этот взгляд Да? Ну, а мне не нравится одно присутствие здесь Э? Прекратите, не деритесь Я пойду в конце Правильно, соблюдайте дистанцию Эх, они просто совершенно несовместимы Прошу, не наломайте двор Дров Косаткун, твой ответ Ага, понял Тогда пойдем к игровым автоматам Где игровые автоматы тут? Ну, это явно не здесь Игровые автоматы вроде там были В той стороне Вот это, да? О, вот она А, нет Что это? Мужик какой-то Потому что индейец какой-то Здравствуйте Что это было? Здравствуйте А? Господин, как вас зовут? Он что, глухой? А, меня Джин Не слышу тебя Говори громче Сюда приходила девушка? Девушка? Кажется, только одна Хи-я Что? Она правда сделала это? Она уклоняется с каждого удара У нее орлиные глаза Черт побери, бежим Отступаем Айра Ясно Наверное, это та игра Которую говорил брат Аки-таки Она выбила парня одним ударом Так что вполне возможно Эм, Айра, верно? Да, что ты хочешь от Айры? Могу ли я немного поговорить с тобой? Да, не хочешь ли ты кулачный бой? Как с ними? Я не из тех, кто общается только с помощью кулагов Я просто хочу нормально побеседовать Ясно Ну, все устраивает Мы должны удостовериться Использует ли она нелегальное приложение Если да, то у нас с ней разговор касательно этого Как и прежде, мы должны просто поговорить с ней Прежде чем она раскроется Узная больше о любых занимательных фактах Кажется, здесь много загадок Да, и меня интересует этот пакет на голове В первую очередь выясни, кто она Готов на удачу Время разговора Раз уж ты в зале с игровыми автоматами То спрошу, любишь играть в игры Айра? Ммм, да, в какой-то степени Не то чтобы мне Они нравились или нет Тогда зачем ты пришла сюда? Эм, я искала потета Так ты тоже искала ее, Айра? Да, я случайно активировала реактивный двигатель Не взяв потета на руки Как беспечно, беспечно Реактивный двигатель твоей обуви? А, это просто стартовый набор Айры Хм, они не идут в сравнение с другого обуви Вот так Кажется, это не слишком важно Айра, потета твой питомец? Нет, мой друг Друг? Да, потета друг Айры Как вы подружились? Эм, где-то в парке, когда ударил дождь Я приняла помощь потета И это тебе помогли? Да, Айра бездомный ребенок Сложно принять такие жестокие сведения Но сказать мне ничего не могу У тебя есть еще друзья? Нет, а? Айра живет не так долго Впервые я встретила потета Недолго живешь? Да, Айра только-только рождена Что вообще это значит? То, что не только лишь это Понимаешь, что это значит? Только-только рождена? Какая интересная тема Должен снять на заметку Эх, Айра, где ты живешь? Нигде, нет Везде Даже в канализационной трубе А, как же права человека? Айра отличается от обычных людей Наверное, я говорю что-то странное И люди говорят, что это ненормальное Потому что Айра не была рождена И выращена как все Ну, а что ты думаешь? Ох, ты меня спрашиваешь Ты тоже странный Я хорошо это понял Необычно и любопытно Отличаешься? Думаю, люди ибо мне такое говорят Но кажется, ты отличаешься Совсем в другом плане Ясно Ты тоже не кажешься Айре нормальным Не в бровь, а в глаз Наверное, вы недостаточно близки Хотя я в любом случае Назвела бы ее подозрительной Примя во внимание все, что знаешь И продолжу разговор Уверена, у тебя получится на наши Меня очень интересует то, что Она только-только родилась Наверное, стоит узнать об этом поподробнее Вот, только-только родилась Ты говоришь, что живешь не так долго Но выглядишь примерно нашего возраста Да Это часть моего персонажа Твоего персонажа? Ну, ты должен знать, верно? А? Ты можешь читать разум, да? А, мы же впервые встретились, верно? Я просто знала Ты медиум? Айра, я Айра Ясно Ну, я не использую свое умение Направо и налево Иначе Миссанатян разозлится Ясно Как говорят, ты такой забитый Ага, в этом есть доля правды Ты действительно так думаешь обо мне, на наше? Айм, ну я самый слабый парень на всей земле Меня любой может обидеть Не очень хорошее оправдание В любом случае, кажется, ее не так легко заставить разговариваться Как и Китаку? А что сразу я? Нет, а Китако отличается еще одной особенностью И нет, а Китако мы тебя не звали Пожалуйста, поиграй с Патейты Хорошо Эй, не учите Айру всяким плохим вещам Она супер честная Она все расскажет Лапу Аф Хороший мальчик Неверно Что, правда? Так ты девочка? Так она, оказывается, девочка У нее мужской голос Позаботься о Патейте, Акитако Ну, наши, продолжай Эмми, Санатян, не хочешь тоже поиграть с Патейты? А, ничего страшного Быстрее Ты должен спросить ее о приложении Ох, я выложусь на все сто Айра, что ты здесь делаешь? Кулачные бои Эмми, ты не похожа на того, кто стал бы этим заниматься Так что почему? Эмми, как они говорят, мне предложили битву, а я приняла ее Ты всегда соглашаешься на драки? Мне впервые предлагают это Принимают битвы Это очень хороший опыт Я на уровень выше Не слишком важная информация Я немного уловил суть Ты побеждаешь противника с одного удара, верно? Ага, если сделаешь вот так по челюсти Они тут же слягут без сознания И это все, что ты делаешь? Да, Айра Эмм, человек Так что, что еще мне оставалось сделать? Ты делаешь какие-нибудь упражнения? Нет, Айра ужасно слабая Мой папа сильный, но я нет У тебя есть отец? Я просто так называю его Это удобно Это тоже интересно Но только сильный удар без тренировок Разве такие девочки Как она способна на такое? Ну, тебе не стоит драться с каждым, кто тебе предложит Девочки не должны быть такими жестокими Да, Айра, девушка Верно, красивая леди Эмм, но твое лицо кое-что закрывает Так что не могу с уверенностью согласиться А, нет, пожалуйста, разгляди мою душу Айра красивая девушка В душе уж точно Не снимешь пакет Это смущающе, да, смущающе Вот как, ну, тогда не буду помогать Да, это не нужно Это не особо важно Боже, так много загадок Я слышала, что загадочные девушки популярны Местонатин тоже можно назвать загадочной Несомненно, так много загадок Но также имеется возможность спросить и приложение Предложи тему, чтобы знать больше приложений Айра утверждает, что она человек Но что-то здесь неладно Попробуй предложить нелегальное приложение Вот, нелегальное приложение Это неверно Не думаю, что обычная девочка способна на такое Но ты могла бы использовать нелегальное приложение о котором мы наслышаны. Ты знаешь об этом что-нибудь? Да, я слышала о приложении. Оно называется Роковой Удар. Значит, можно сказать, что ты использовала приложение, чтобы сыграть в Роковой Удар? Нет, Айра не использовала. Это делали другие. Ну ладно, ты знаешь об этом что-нибудь? Это неправильная программа. Кажется, она оказывает плохое влияние на битфоны. То есть, оно соединяется с мозговыми волнами через битфон, а это помогает обрести невиданную силу. В это довольно сложно поверить. Но это еще одно доказательство того, что программа контроля не идеальна. Это было доказано еще тогда, когда появились хакеры. Только если кое-кто не помог им мешаться, так ты подозреваешь Микадо? Да, мне хотелось бы поговорить с ним. Я свяжусь с ним и спрошу, свободен ли он. Спасибо тебе, возможно стоит найти тех, кто использует это приложение. И насколько плохо это приложение. Оно представляет в себе силы, превышающие собственные, то есть, посылая прямые указания в мозг, оно еще оказывает нагрузку на тело. То есть, тело не может удержать такую огромную силу? Да, именно так. Тогда почему мы просто не создать приложение, которое удалит это? Легче сказать, чем сделать. У Азу есть подруга, которая разбирается в вирусах и прочем. Может, стоит спросить у нее? Кто-то, кто разбирается в вирусах, говоришь? Ахи так, у тебя так много связей. Как ты завел столько друзей? А, они друзья моих братьев и сестер, друзья друзей, типа так. Так, ну разве друг друга тебе не знакомит? Эй, если поговорите найти общий язык, то вы друзья. А кореш своего кореша, наверняка ты и с ним найдешь общий язык. Что? Просто интересно, все действительно так просто? Боже, ты странный. В любом случае, мы нашли девчонку, так что сдержи обещание. Найди наш медиатор. Да, хорошо, но... Забыла запах. Дубина. Не смей потяжаться надо мной. Ну, мы заберем потета, но поможем ей вспомнить запах. Конечно, давайте разделимся. Потета, ты пойдешь вместе с Нацу Кага и его компанией Касута. Знаешь, куда идти? Конечно, знаю. Хорошо, пойдем. Эй, не иди впереди меня, назад. Что с ней? Она сегун. Я стою на страже тыла, ради потеты. Мы же пойдем к той девушке, которая говорила о китаке. Где она? Она на складе, рядом с игровым центром. Обычно там можно встретить еще и пугающего парня, но в эти дни его не должно быть там быть. Склад, пойдем. Хорошо. Боже, я мог бы строить на этом автомате, но в нем нет хороших призов. Хотя это лучше, чем ничего. Пугающий парень. Кто это такая? Йо. О-хо-хо, уж не Акипа ли это? Что тебе от меня нужно? Перестанешь со своим Акиба. Люди начинают меня так называть. Знаешь, ты же младше меня. И это прозвище само по себе слетает с языка. Привет, я Нанаша, а ты? Хе-хе-хе. Атаси-ва Хию. Миракл-супер-бастер-гарль, дешо? Ха-ха-ха, я Хию. Чудо-девочка с Эрвью и Голова. Мы слышали, что ты можешь бороться с вирусами, так и есть. Все верно. С любыми неприятностями, даже если ты словишь вирус на левом порно-сайте. Сорви Голова, пай спешит на помощь. Ясно, Нанаша, я вам напоминаю, что у тебя есть данные на хакерском вирусе. Ох, да, но полагаю, он довольно сложный, раз ему даже удалось противостоять моему синтезу. Да-да, как угодно, покажи мне. Хмм, как насчет этого? Как? Он не идет ни в какое сравнение с вирусом из грязных сайтов. Этот вирус когда более мерзкий, сложный и неразборчивый. Чтобы разобрать его, придется потрудиться. А, нет, даже я не смогу разобраться с этим вирусом. Я могу обещать только противовес, чтобы избежать наихудших последствий. Одну минуту, странники. Кстати, о том владельце кафе со страшным именем. Почему я не смог прочесть его разум? Это странно. Вероятно, хакеры скомпилировали защитную программу. Тем не менее, если подумать, то это остановило даже твои способности. Программа, которая может защитить от всего, вполне может тягаться с программой контроля. Хакеры разного возраста и до сих пор не ясно, какую цель они преследуют. Их цель? Судя по их репликам, держу пари, что над ними стоит кто-то иной, отдающий приказы. Конечно, над ними наверняка кто-то стоит. Желаю починить себе мир, стать богом или любая другая цель, которую они поставили. Из-за них происходят все эти события. Думаю, здесь что-то не так. Словно это не то, чего желает тот человек. Мне кажется, хакеров можно звать пацифистами. Почему ты так думаешь? Молоделец кафе сказал, что Номио получает нагоняй за содеянное. От начальства или что-то типа того. А значит, тот не хотел, чтобы случилось что-то подобное. Сам факт, что его отругали, не значит, что их цель неприступная. Это подразумевает лишь то, что он ошибся. Ох, я предполагала, что ты могла так подумать. Он жив. Я подогнала вам мелкого хакера-проказника. Кстати, что за хакер? О, хотя вы должны проверить, насколько хорошо он работает. Вместо проверки она установила нам антивирус? Должна признать, это только основа. А ваш вирус постоянно изменяется. Но, возможно, его изменения можно пресечь. Ограничение по времени повысит трудности. Но нам просто необходимо использовать это. Спасибо большое. Ха-ха. Итак, это новая страница в чудо-сорвиголове легенде Охию. Значит, нам нужно просто отыскать хакеров и получить от них вирус. Нет, погоди. Я найду их. А Акитака? Он ушел. Ах, он же не знает ничего о хакерах. Хм, кажется, с нами небезопасно. Ох, как вовремя. Кажется, Микадо уже дома. Интересно, будет ли он разговаривать с нами? Это же братья Микадо. Он наверняка ответит на любой вопрос. Тогда давай вернемся домой. Хии. Хию, спасибо за старание. Прошу простить нас. Не за что. Приходите в любое время с любой проблемой. Ха-ха. Ко мне только что пришла блестящая идея. Нужно скорее опробовать ее на практике. Куда Акитака вообще ушел? Ладно, нам нужно идти к братцу Микадо. Этот спит все. У него бессонница. Этот все лежит. Он нас пальцем не тронет. Это хорошо. Микадо, как ты поживаешь? Друг мой. Браток. Микадо? Ах, на наши эмиссаны с возвращением. А? Что за приложение? Ну, кое-кто и сделал его в противовес хакерскому вирусу. Мы бы хотели, чтобы ты взглянул на этот. Ясно. Сделано довольно хорошо. Вирусные данные немного устарели. Так что, позвольте делать несколько дополнений. Хорошо, прошу. Кто бы ни создал это приложение, он впечатлил меня. Практически идеально, очень аккуратно. Всего шесть шагов до полного уничтожения. Вот и все. Хотя даже я не могу сделать все идеально. Он автоматически будет защищать вас. Я, а значит, на наше вам больше нет надобности бороться с вирусами. Что-то не так? Ты не выгляжешь уставшей? Скорее бы сказал, тебя что-то беспокоит. А может, ты с самого начала такой была? Эм. Перестань задирать мисанатян. Ох, я вовсе не хотела этого делать. Извини. Что еще беспокоит тебя? Я просто хотела поговорить с тобой. О чем? Микадо, у тебя есть связи с хакерами? Как прямолинейно? А, почему ты так думаешь? Когда мы пытались заполучить информацию от хакеров, мы не смогли этого сделать. Скорее всего, потому что их защищает специальная программа. Чтобы скомпилировать подобную программу, необходимо хорошо понимать принцип работы. Программа контроля. Ты единственная, кто обладает этими знаниями. Разве не так ты утверждал? Хм, ясно. Ты сказал, что когда тебе нужно сосредоточиться, ты работаешь дома. Но в последнее время ты не так часто появлялся здесь. А, если на то есть причина, то скажи. Если же ее нет, то мне ничего не остается, кроме как подозревать тебя, Микадо. Мисан, разве тогда тебе не будет больно? Хорошо, я понял. Спрашивай меня обо всем, что тебя интересует, и я отвечу честно. Поняла. Ну, на наши. А я? Это важно, прошу. Эм, это точно должен быть я? Ага. Не уверен, что вам нужно, но хорошо, тогда начнем. Начнем же. Нормально, я с братом уже разговариваю, я его подозреваю. Ну-ка, Микадо, когда ты впервые заметил хакеров? Хм, незадолго до того, как рассказал об этом вам. Программа контроля работала с небольшими перебоями. Проследив, я понял, что кто-то вмешался в систему. Наверное, это был тот случай с Ницукагой. И после этого ничего не происходило? Многие прежде пытались взломать программу, но ничья попытка не увенчалась успехом, ведь это уже статья. Пусть это и не законно, но люди все еще пытаются взломать программу. Да, люди довольно странные, многие пытались, и не раз. Кажется, это не особо важно. Ты знаешь имена и прочую информацию о людях, которые пытались взломать программу? Да, поскольку я единственный, кто имеет доступ к записям. Ты и вправду никому не доверяешь информации о программе? Конечно, в особенности потому, что я не особо доверяю некоторым личностям. Под некоторыми личностями ты имеешь в виду тех, кого подозреваешь? Да, кое-кому они доставили много проблем. С тех пор я стараюсь не вмешивать этих людей. Но после создания программы контроля, ты практически не обновлял ее, верно? Произошло что-то еще? Нет, я не собираюсь лгать. Стоит ли расспросить об этом? Знаешь, Микадо, ты просто поразительна. Ты создал нечто, способное объединить людей во всем мире. А, непривычно слышать от тебя комплименты на наши. Даже если я не говорю этого, я всегда был такого мнения о тебе. Ха-ха, я просто не люблю себя. Хотя люблю все остальные вещи. Знаю, что я немного предвзято, но я действительно считаю, что ты, Микадо, потрясающий. Почему ты такого мнения о себе? Ммм, таким уже я родился на наши. Уверен, у нас похожие проблемы. Ха, возможно. Кажется, не особо важно. Я ненавижу себя, но тоже обошаю все вокруг. Возможно, мы не прямые родственники, но между нами наверняка есть связь. Мне больше нечего тебе посоветовать. Ты должен знать, что делать, опираясь на свой опыт. Что бы ни связало, ни порождало любопытство, предложи любую тему, которая вызывает у тебя интерес. Сейчас расспрошу некоторые личности, кто. Так, программа контроля была полностью скомпирирована тобою от начала до конца? Верно. Но ты сказал, что чужое вмешательство приняло неприятности, и потому ты стараешься держать других подальше от программы? Да. Ах, но разве это не звучит странно? Я могу ответить только честно. Была ли другая программа контроля, созданная до нынешней? Именно. Хм, Мисана Тян рассказала мне кое-что. Если это правда, то думаю, я пойму, но... Да, думаю, Мисана поймет. А? Прошу, продолжай. Но что мне? Я чувствую, что чего-то не хватает. Уверена, ты тоже это чувствуешь. Спроси об этом. Мисана Тян, ты... Я ничего не скажу. Хорошо, я постараюсь. Поскольку ты сам создал программу контроля, никто другой не может управлять ее. Однако у нас имеется происшествие со взломом. Так и есть. Эти хакеры первые, верно? Я говорил уже много раз, но я считаю, что программа... Идеальна. Никто не сможет контролировать ее. Но ее же все... Но ее все же взломали. Так значит, ты подозреваешь меня? Нет, я хочу доверять тебе. Нет, все в порядке, это нормально, если ты не будешь мне доверять. Любопытно, но с имеющейся на данном момент информации, я не могу укопнуть глубже. Копнуть глубже. Хм... Но исходя из разговора хакеров, они выглядят не слишком организованными. Они действительно не согласованы. Хм... Весь на споре друг с другом. И они все еще пытаются достигнуть своей цели. Знаешь ли ты что-нибудь об этом? Может, это означает, что кто-то действует самостоятельно без хакеров? Говоришь, что согласен со мной, но кто же это может быть, и какова его цель? На наши думают, ты можешь прийти к ответу, если хорошенько поразмыслишь над этим. А? Учитывая то, что сказала Мисс Эндиан, Микадо кажется самым подозрительным. Думаю, я должен взять на заметку эту тему, она наверняка где-нибудь пригодится. Может, это означает... Ты тоже так думаешь, Микадо? Именно. Индивид, руководящий хакерами. Думаю, мне это очень вероятно. Но если вы учтете эту возможность, то вполне вероятно, что вы найдете путь к решению. У тебя есть хоть какая-то мысль о том, кто они? Раз уж вы наверняка есть идеи по этому поводу, не смею выдвигать своих предположений. Не мог бы ты добавить это в свой отчет? Ох, да, конечно. Такое чувство, что со мной играет, как кошка с мышцами. Если бы мы только знали цель этого человека, то бисим заклад, проблема была бы решена. Думаю, так и было бы. На наши, я уверена, что теперь ты сможешь справиться с этим, вспомни все то, чего мы тебя учили. И удачи! Вот! Микадо, ты говоришь, что с ними заодно кто-то еще. Верно? Но нельзя сбрасывать со счетов того, что ты и сам темная лошадка. Ха-ха, вот как. Ты и быстро признал это. Никто не любит лжецов. Но тогда, по сути... Да, как и Мисана, я пришел из будущего. Что? Что? Выглядишь удивленной, но на самом деле, Мисана, ты знала это с самого начала. Какого черта? Так что, Мисана, интересно, чего же ты добиваешься? Мисана Тян! Я не могу сказать. Ясно, ох, тогда ладно. Все в порядке. Ты знала с самого начала даже то, что я сделал. Ты сделала свой выбор. Ты уже такая взрослая, так что будь уверен. Это подстать твоему милому личику. Ты! Ну, мне нужно идти. Увидимся. Что вообще происходит? Нам не стоит пойти за ним? Ты все еще доверяешь мне? Я даже не знаю, слушай. Ну, давайте скажем, да. Вот как. Кем бы ты ни была, я на твоей стороне. Даже если бы я была злодейкой, желающей тебе всего наихудшего. Как во мне, каждый герой. Все борются с собственными врагами и демонами. Думают, это чудесно. Ну да, в принципе. Смотря с какой стороны посмотреть. Для злодейки враги это добрые персонажи. Но если не проведешь четкую грань между добром и злом, то тебя отвергнут обе стороны. Разве это не больно? Почему же? Четкой границы между добром и злом не существует. Четкой границы между добром и злом не существует. Так что мне не больно и не грустно. Нет, конечно, мне знакомы эти чувства. То есть я ведь человек, а не робот. Если кому-то от этого станет легче, то он может считать меня врагом. Ведь только так можно доказать себе, что справедливость сердца еще жива. Если ты кого-то осчастливит, то я готов стать врагом всего мира. Тогда представь, что кто-то страдает прямо перед тобой. Но этот человек не просит тебе помощи. И как же ты поступишь на наши? Ах, если речь идет о человеке, который скрывает настоящие чувства, то не стоит пытаться помочь ему. Почему? Те, кто приказывают другим издеваться над козлом от отпущения, зачастую сами никогда не подвергались издевкам. И те, кто бездушно отвечает людям, которые хотят умереть, мол, ты не единственный страдалец в этом мире. На самом деле сами никогда не испытывали одиночества. Им не поднять этих чувств. Так что я считаю, что сделаешь только хуже, если бы опытаешься достучаться до человека. А если бы кто-то испытывал ту же боль, что и ты, что тогда? То же, что и я? Тогда этот кто-то наверняка очень жалок и несчастен, однако, думаю, я бы сказала что-то типа, эй, да мы же в одной лодке. Вот как. Это тот на наши, которого я знаю. Никаких отличий. Тебя что-то беспокоит? Нет, просто мною владела страной чувства. Вот как я беспокоюсь об Акитаке и остальных. А? Пойдем же. Конечно, хорошо. Да, это довольно странно, во-первых. Мы узнали, что... Микада. Микада из будущего вообще. И он не наш брат. И брат или не брат, он нам, не знаю, фиг его знает. Кто он? Ну что ж, на этом мы закончим эту серию. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. С вами была Морская Сминья. Всем удачи, хорошего настроения. И пока. Подпишись-ка ты на мой канал. Самое лучшее будет только там. Только там. Там. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...